здравствуйте спасибо меня зовут антон я расскажу про разработку архитектурного окружения мобильных и pc-игр мы рассмотрим некоторые приемы некоторые потому что их множество я расскажу про те которые знаю хуже того я расскажу только про те которые мне нравятся из тех которые я знаю я буду рассказать про архитектурное окружение ну во первых потому что мне нравится во вторых это то что занимает 80 процентов экранного пространства и да я взял эту цифру с потолка но в отличие от любого другого окружения я наверно повторю слова панина который только что читал что-то похожее все остальное делается гораздо проще деревья тупо торчат из ландшафта скальные куски можно спокойно стыковать друг с другом это не будет вызывать проблем трава тоже как бы легко скатериться архитектурное окружение это то что состоит из отдельных модулей которые нужно как-то стыковать друг с другом вызывает определенные сложности определенные задачи которые надо решать они довольно интересные и задача 3d шника если пытаться говорить правильных терминах наверное инвайдом антартиста это при разработке конструктора разработать его таким чтобы с ним было удобно работать левелом чтобы он был эффективен чтобы он был оптимизированный ну и так далее почему будем рассматривать мобильные и pc игры потому что это два экстремума в плане потребления ресурсов то есть если мобильные игры это максимальные аппаратные ограничения это ограничение по объему ограничение на вычислительную сложность шейдеров и так далее то pc игры это праздник для разработчика можно фигачить много всего и так далее рассматривать будем на примере трех типов локаций это будет фоновая мобильная локация не игровая игровая мобильная локация и игровые pc локации начнем мы с мобильных игр естественно основное ограничение в мобильных локациях это количество вызов в зависимости от графического конвейера вызов происходит по разным причинам обычно связано с материалами и с текстурами соответственно основной способ решения проблем это уменьшить максимальное количество текстуры материалов то есть собирать все в атласе начнем с фоновой неигровой локации для мобильной игры я и буду называть лондон хотя не совсем конечно смысленно это кусочек реки темзы от моста ватерлоу до моста ламбет это локация для игры про кораблики которые плавают извините ходят по воде по воде стреляют друг друга пушечками и в этой локации это гавань ангар можно их кастомизировать там пушечки менять покрасочку и так далее в качестве технического задания нам вот был дан этот отрезок реки и было сказано что это такая альтернативная история 50-60 года соответственно город не лежит в руинах если вы помните война какая-то была и лондон практически весь был того ну надо понимать это я делал на фрилансе соответственно у меня не было своего историка-консультанта нам приходилось это историческое расследование проводить самому вообще-то дело безумно интересное но к счастью это не тема лекции а то вы снятия но есть три кусочка про которые расскажут чуть подробнее потому что это было действительно забавно это вот кусок больницы святого томаса в 50-е года то есть в то время которое нужно воссоздать благодаря творчеству одного известного австрийского художника выглядела как вот как на среднем слайде а в 70-е года уже был отстроен новый корпус ну связи с тем что он проектировался в 60 мы посовещались я решил что он как бы соответствует духу времени 60-х и будем мы его восстанавливать прям рядом с биг-беном есть здание сегодня называется порткалис хаус там еще метро какое-то описано в нужное нам время там был вот такой особнячок приятный это тоже здание для парламентария в какой-то клубняк где тусили всякие парламентарии и вот по всяким гравюрам картинам редким почему-то она вообще ни разу не попала почти на фотографии нормальные хотя было снесено то всего лишь 94 в общем как-то с трудом мы восстанавливали его внешний вид и в том месте где сейчас находится лондонский глаз этот колесо обозрения 50-е года как раз проходила выставка такой аналог в днх лондонский бритфест и по всяким рекламным проспектом мы редким фотографиям схемкам мы опять же восстанавливаем то что к нам попадет в кадр в общем как вы правильно догадываетесь разница между текущим состоянием лондона и условно 50 достаточно большая единственно очень хорошую пользу нам приносит google maps потому что мы можем самого начала пройтись по всем этим местам и сразу собрав рефы предполагать что мы будем делать из самого начала можем разбить это на планы отдельные это как бы бумажечка который подтверждает что самого начала выписал все здания и разложил их на атласе знаю как дело будет идти дальше как видите исправление практически нет ключевые кадры которые утверждались здесь соответствующими цветами показано здание переднего среднего и дальнего плана красный понятно передний оранжевый средний синий дальний и вот этот бирюзовый это сооружение тоже переднего плана соответственно на всех ракурсах мы видим что это разделение сохраняется это условный рендер который как бы показывает нам равномерность текселя на всех планах в экранном пространстве так выглядел набор текстур схематично естественно где 2048 на 1048 большая текстура это здание переднего плана и оранжевая и синяя соответственно дальние работа шла сразу в атлас поскольку мы точно знали что нам нужно здесь вот и следующий кадр то есть соответственно google панорама из каких-то фотографий мы набираем нормально фасад здания после чего находим элементы которые в нем повторяющиеся и из них собираем уже те куски которые войдут в атлас при этом здесь вот отлично видно что слева это атлас для зданий переднего плана видно что деление фасадов здесь мелкая то есть мы берем мелкие элементы в то время как справа на атласе дальнего плана у нас тут практически целые фасады соответственно если мы дойдем до сетки мы увидим что здание переднего плана не нарезаны достаточно мелко здание дальнего плана они могут быть прям просто кубиками с текстурой вот здесь хорошо это видно поскольку у нас и потом включу экзешник поскольку у нас вращается камера вокруг объекта у нас нет необходимости продумывать лоды которые будут динамическими то есть мы сразу делаем здание переднего плана детальными здание дальнего плана условными даже вот по деревьям здесь видно что впереди деревья подетальнее чем вдалеке деревья делались как бы пародии на то что мы видим google maps мне очень понравилось как выглядит поэтому решили воссоздать это не игровая локация это гавань в которой мы осматриваем кораблик мы не перемещаемся соответственно текстиль тоже неравномерен соответственно здесь мы видим вот эти атласы отдельные и несколько отдельных текстур которые будут талится на локации здесь отдельные картиночки здесь просто виды локации и дальше домотаю до корабля и будет понятно здесь я показываю уровень детализации поскольку это будет игра и на мобильных устройствах и на планшетах если увидите льва тут в левом нижнем углу это симба там правда какой-то лев примерно похоже позе был в реальности это вот больницы этого томаса новым корпусом и вот так это уже скриншот собственно из гавани здесь конечно не хватает детали интерфейса но в целом задумка понятно мы крутимся вокруг этого кораблика с этой локации в общем-то все единственное хотел пройтись по пайплайну то есть здесь мы сами по рефам выстраиваем блокаут утверждаем выполняем эту локацию и здесь не присутствует никаких там левел дизайнеров как специально выделенных личностей но такое возможно только видно на неигровой локации здесь ничего не происходит кроме осмотра корабля и вращение вокруг него следующая локация это я буду словно назвать и лес и эта локация мобильного шутера первого лица она более нагруженная более детальная но также как и предыдущая на тоже собрано в несколько атласов и достаточно не сильно ресурсоемка техническое задание у нас тут было и вот здесь тут случае пайплайна когда мы получаем блок аут от левел дизайнера он выполнен вот так достаточно примитивно но очень читаемые понятно обычно так не бывает но здесь не было мебели внутри домиков даже виде кубиков то есть препятствия не были продуманы соответственно взяли на себя смело сделать это самостоятельно еще был вот такой концепт-арт как вы правильно догадываетесь он недостаточно подробный на нем нет ни второго домика не интерьеров соответственно мы перешли к сбору референсов по референсу уже много рассказывали в данном очень удачном случае у нас было поставлена задача сделать скандинавский стиль чтобы это не значило но вообще эта вещь очень удачная потому что он сам по себе очень такой низко полигональный не используется вполне ожидаемые материалы соответственно набираем референсы тоже их утверждаем и переходим к тз-арт этапу на этом этапе мы расставили мебель некоторый архитектурный опыт позволяет это сделать здесь показаны только первые этажи но задумка понятно вообще от нас как бы не ожидалось разработка какой-то особенной интерьерной вещи но поскольку и не запрещалось мы решили немного тряхнуть унитазной стариной и сделали вот такие вот концерт арты концепт-арт выполнялись сразу в хай поле моделях которые предполагалось потом использовать уже в запекании тут несколько гостиная кухонька это скриншот прямо из 3d max потому что мне было ли не рендерить все понятно и я думаю достаточно картины тоже сразу подбирались уже с расчетом на то что их потом будем запихивать на атлас да здесь мы тоже самого начала все запланировали разделить на отдельные куски но поскольку это шутер от первого лица мы тут будем бегать все эти атласы они между собой равноценны текст или постоянен мы к любому объекту можем приблизиться максимально близко соответственно это просто для удобства то здесь у нас есть красненьким выделенная это домики не очень здесь видно оранжевый мебель внутри домиков и зеленый это объект экстерьера синие соответственно декали ну голубой тоже отдельный атлас где всякая растительность и есть альфа тест вот это пруф что тоже самого начала я все запланировал это же зачеркнут очень мало ну заодно кстати помогает следить за процессом выполнения работ вот в один атлас уместились оба домика причем вместе с внутренними стенами тоже вот в этом атласе они всем картины там вот еще видно экран телевизора и в отдельный атлас уместились все объекты заполнения машинки наверху они в отдельный атлас идут потом мы его тоже увидим как видно поскольку это мобильная локация здесь сразу были запечены блики на автомобилях какой-то горшечка прям впеченная вот это все отцы которые нужны для локации все больше ничего не надо 1 2 3 5 атласов и 4 текстуры на ландшафт вопрос и да и нет во первых это вопрос динамического или статического баченка то есть это просто как будет обрабатывать графический конвейер от все вообще можно писать даже специальный шейдер который будет брать из атласа кусок текстуры и и той лиц но у нас все сделано немножко по-другому я сейчас дойду до этого через два слайда здесь отдельные атласы на отдельные объекты видно что это стандартная развертка с реюзом и симметрии ну понятно что с кухней там реюз по полкам еще что там здесь мы опять видим вот это разделение на атласы что их всего этом 6 материалов синика это декальки декальки геометрические то есть они не очень геометрически сделаны вручную прямо 3d max и экспортирующиеся сразу как объект чтобы меньше программа думала обо всем происходящем и вот теперь сеткам да вот это запихивание в атлас отдельных вроде как тайлических текстур приводит к тому что у нас все объекты нарезаны это с одной стороны позволяет жестко соблюдать текстиль то есть вот эта нарезка она стремится к размеру 3 на 3 метра сейчас я промотаю это понятно вот здесь очень хорошо видно нарезку на 3 метра а вторых у нас все нарезано на отдельные объекты и оптимизация этого все видели эти гифки в интернетах когда камера поворачивается и то что попадает во фрустом рендерится а то что не попадает исчезает вот здесь тоже самое все обрезано на мелкие куски все что попадает то есть у нас так и так будет вот эта нарезка поэтому в общем-то какой-то потери мы не несём плюс если считать вызовы это выйдет дешевле чем делать тайлических туры почему даже вызовов может быть не меньше но это будут более дешевые вызовы в интерьере вот это все особенно хорошо видно каждый интерьер каждая комната это отдельный объект который будет целиком прятаться если он не попадает в камеру может даже комната ездит на две части иногда есть это большая кухня-гостиная столовая а теперь мы перейдем выводом помимо того что я писал была еще работа по оптимизации но она уже выполнялась другими людьми поэтому я не буду ее касаться если говорить выводы общие вот по мобильным локациям по сравнению с пока играми разработка мобильных локаций она идет как бы в обратном направлении пока играх мы сначала делаем очень много контента кучу пробцев кучу материалов кучу текстур все это пихаем пихаем в уровне а потом начинаем думать а как теперь это все оптимизировать и начинается мучение этих артистов написание каких-то автоматических упаковщиков сшивание в атлас и куча объектов отдельных и упрощение шейдеров еще чего-нибудь в мобилках все задумал наперед самого начала у нас какая-то тактика и мы ее придерживаемся мы все пихаем в атласы у нас очень малый рейс объектов между локациями прощаются шейдер везде где это возможно кстати в локации лес можно сказать почти лот дальние деревья изменены спрайтами да и в лесу и лондоне локации вы порезана куски в лондоне тоже есть такая нарезка опять же для скрытия по фрусту я просто не упоминал и в лесу и в лондоне у нас всего 6 8 материалов различие между лесом и лондоном в данном случае это сетка сетка в лесу она равномерно она вот это нарезана на три метра в лондоне сетка неравномерно сетка в лондоне зависит от расстояния до камеры и от того на какие функциональные куски ему порезали текстуры текстиль в лесу равномерен потому что это мобильная локация в которой мы бегаем мы можем приблизиться к любому участку и будем видеть либо 500 пикселей на 3 метра либо 170 160 пикселей на метр более привычные единицы измерения в лондоне текстиль неравномерен и если на переднем плане это где-нибудь 100 или 80 пикселей на метр то на дальних планах это 56 пикселей на метр этого более чем достаточно общие выводы по пайплайну мобильных локациях это короткий жестко структурированный pipeline примерно вот такой это привязка к апдейтам приложений это разработка по месту каждой локации и самое главное это практически никогда не рождение велосипедов практически всегда решаем те задачи которые многократно решены до нас ну это скорее особенности бизнес-процессов но она имеет свои влияния и на арты вот эту схему я попрошу запомнить потому что мне к ней еще вернемся и не знаю есть смысл зачитывать все что не написано видно жесткое разделение работы левела и 3d художника то есть blotout делается level дизайнером на нем все отыгрывается передается можно назвать его level артистом можно назвать в environment артистом передается 3d-шнику 3d-шник тупо одевает blackout красивой фигней дальше настраивается свет спецэффекты и немножко плейтеста и полишинга при этом в случае отработанного пайплайна каких-то изменений после того как локация сдана 3d-шником почти никогда не бывает то есть время той локации которую я пока ну лондон понятно там в принципе менять нечего в лесу и изменения которые были это там где-то дверь закрыли в гараж открыли дверь ванную или наоборот ну то есть это крайне незначительные изменения теперь мы переходим цирку с конями разработка pc игр это вроде да праздник какой-то но есть нюансы а вообще когда меня приглашали мне сказать ну приходи расскажи про инди игры мне это неинтересно я расскажу про нормальный процесс разработки игр начал готовить материал и понял что они расскажу про инди игры нифига тут не нормальный процесс разработки есть прекрасная книжка при продакшн блюпринт это прекрасная книжка описывает идеальный пайплайн в вакууме для создания локации в идеальном пайплайне точно так же как мы сейчас видели на мобилках сначала разрабатывается блок аут на нем проводится playtest и отрабатывается геймплей отрабатывается уровень после чего делается какой-то концепт-арт передается 3d-шником они делают асси собирают локацию опять же level artist и собирает из того что 3d-шники наделали нам немножко playtest и немножко полишинга проблема инди разработчиков ну или неграмотных дилетантов в то что пайплайн немножко другой случае конкретно вот insomnia и пайплайн выглядел примерно так художники 3d графики выполняли хайполе макет его нарезали на конструктор конструктор передавали левелом те из этого конструктора собирали локацию уже можно сказать что не в черне в чистовую и на ней проводили нам playtest полишинг и так далее как управлять догадываетесь это не очень адекватная схема но мы пошли дальше не делая хайполе макет мы делали конструктора давали левом они делали локацию playtest и лишь но как бы совершенства нет предела не на я утрирую конечно на самом деле все те этапы которые есть в правильном пайплайне в инде проекте присутствуют но проблема в том что они зачастую не формализованы формализация этапов это очень важный момент она важна для фиксации каких-то решений если решение не зафиксированы это брожение умов может привести к тому что локации будут переделываться бесконечно долго пока мы разрабатывали insomnia нам вот контакте в группе поддержки написали такую штуку это вообще идеальное объяснение происходящему insomnia действительно арт-проект и во время разработки мы отталкивались исключительно от визуала все что делалось в плане асетов в плане локации до плане всего все делалось заради визуала и вот так заради визуала мы решили делать модульное окружение но мы подумали чем будем делать модульное окружение наделаем какой-нибудь убер конструктор который позволит нам все 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 сделать вот из него и это будет очень быстро клево и дешево нет вообще говоря осмыслять архитектуру через некий конструктор модуль и так далее начали еще можно древней греции что любой древнегреческий храм теоретически можно разъять на некое конечное число элементов они все между собой связаны модулем модуль этот по моему 1 12 диаметр колонны парта называлась кстати если вам буду рассказывать что древнегреческий храм это золотое сечение не нифига они еще не знали его его можно там найти уже постфактумно вообще это все делалось из 1 12 диаметра ну вот эпоха модерна ли корбезье его прекрасный модулор нашинкованный последовательностью фибоначчи как мера всех вещей вот к мере всех вещей мы сейчас подойдем да и ну естественно на стол очки как источник вдохновения всех этих изометрических рпг шик ну и вот как видно на слайде слева в какой-то момент вот именно изометрические рпгшки на стол очки и прочее и оказывали основное влияние на то как разрабатывался конструктор инсомнии а потом я пришел на проект в титрах написано что я 3d арди редко на инсомнии на самом деле про это можно отдельно еще рассказать что поскольку это инди проект разделение ролей она не очень простое явное и адекватное поскольку можно же функция директор выполняла три человека сколько у нас всего было от 6 до 30 варьировалось число там некоторые умирали новые рождались модульное окружение по мере осмысления сейсинга мы пришли к тому что мы хотим ардеко вот вот такой вот и по мере осмысления ардеко мы пришли к выводу что конструктор это вообще классное решение потому что ардеко это же не только вот крутые вертикальные линии много-много повторяющихся черточек и крутые скульптуры это еще такая прекрасная вещь как сборные чугуньевые фасады лирическое отступление в начале двадцатого века в америке очень большое количество небоскребов строилась из чугуньевых конструкторов это буквально были конструкторы были заранее отлитые чугуньевые детали которые продавали были сортаменты были каталоги вы видели эти здания в сериалах может вспомнить где это было вот эта чугуневая колонка она как бы говорит нам что это чугуневое здание а вот это как бы скан как раз таки каталога чугуньевых изделий и там где-то надпись есть не вздумай открывать свой магазин пока ты не купил наш прекрасный чугуневый фасад вот именно вот это здание в центре я прям очень его полюбил мне очень нравится колонна в каком-то смысле вот эти чугуневые фасады это переосмысление древнегреческого ордера вот на здании справа это прям отлично видно но средне она уже с такой стилизации более технологической собственность чисто ардекошная и пародируя именно вот эту штуку был собран первый ардекошный конструктор очень мой любимый такой рожденный в любви но в игру не вошедший он входит в игру только в качестве вот лимба на видео он выпадает когда игра начинается показывает место где спят вечным сном куча народу и вот этот самый конструктор но мы все-таки ардекота надо впихнуть поэтому взяли всяческие пилоны это мы уже делали когда базовый конструктор был общем-то готов до базового конструктора мы доберемся чуть позже возьму уже все знали про размеры про модуль мы просто брали вот эти пилоны вот такие прям задачи я отдавал и дешникам и прям вот тягачили конструкторов эти детальки можно увидеть ну вот орел это конечно отдельная песня но тоже ардекошная гнездо стервятника локация эта локация площадь славы помимо вот этих ардекошных пилонов там вот на заднем плане мужик самолетиком это реально существующая скульптура самаре и кстати она находится в локации площадь славы самаре любимый город почти и вот еще тоже пилончики это тоже площадь славы в районе рыночка а теперь моя любимая тему масштаб работа в натуральную величину это вообще вещь нормальная для большинства нормальных игр если вы делаете даже игру от камеры там от третьего лица но это какой-нибудь хитман абсолютно реалистичный камера близко можно все спокойно сделать на дуральную величину и не сильно переживать но если у вас игра предполагает некоторую стилизацию если у вас камера достаточно далеко вы будете вынуждены вероятно прийти к масштабу это как бы доказательство что это не наше изобретение велосипеда это масштабная схема из left for dead она на движке source да это древний пример но все еще актуальный они вообще все меряют юнитами юниты между собой 64 личной системе стыкуются при этом они переводятся в имперскую систему единиц измерения 16 юнитов равны одному футу я не знаю как они не повесились пока вот это высчитывали я пересчитал в человеческие единицы измерения высота персонажа здесь 130 сантиметров возможно это удобно но дело не в этом дело в том что исходя из масштаба персонажа был разработан своеобразный гост снип на размеры всех элементов в игре на лестницу на ступень на дверь на высоту двери на высоту препятствий у нас были я полагаю совершенно иные причины ввести масштаб но мы его тоже ввели персонаж в инсомне высотой ровно два метра соответственно исходя из этого масштаба у нас есть снип он же гост на все объекты которые на все объекты взаимодействия укрытие на столы стулья и так далее это нужно для того чтобы когда мы приседаем за укрытие мы точно знали что в нас не попадут что когда мы садимся на стул анимация сажение на стул не провалит персонажа сквозь стул и он не будет висеть над ним ну и также для того чтобы унифицировать анимации сидение на стуле за столом положив на него локти ну и так далее у нас это случилось вот таким причинам мы очень сильно во первых опирались на работу фрилансера если работать натуральную величину то фрилансер возьмет линейку померить под собой стул каждого 45 сантиметров и сделает другой по мере этого у него шестьдесят пять а вот эти овощи офисный слух который катается вверх-вниз поскольку есть масштаб и об этом фрилансер знает ему придется спросить о какой высоты стул он получит с ним и сделает все правильно вот то что я говорил про вид оточен третьего лица и компенсацию перспективных искажений вообще в реальной жизни когда например статуя ставится на вершину здания ей обычно делают голову побольше чтобы когда мы смотрим снизу вверх на эту стане на эту стату и она в перспективных искажениях выглядела более-менее приличные они огромный человеком с маленькой башкой у нас ситуация обратная у нас камера сверху вниз при этом достаточно далеко соответственно увеличиваем там сапожки увеличиваем те объекты которые находят на полу и в разработке архитектуры это приводит вот к чему в реальности высота плинтуса например 7 с половиной сантиметров высота стандартного цоколя в районе 80 сантиметров и во первых это какие-то не очень приятные размеры для разработки конструктора автор их в этих размерах в нашей камере они будут слабо читаемы и вот это вот двухметровое существо позволило нам сделать относительно удобный конструктор который весь укладывается в метрическую систему соответственно нас весь плинтус он ровно метр но в пересчете пропорциональным через масштаб персонажа он становится там в районе приятных 85 90 см еще одна сложность с камерой от очень третьего лица вам нужны высоченные двери иначе камера не пройдет след за персонажем а маленькие двери они красивые поэтому придумали задачу для level дизайнеров чтобы через маленькие двери боевка не велась а через большие велась соответственно если увидите маленькую дверь вас точно не будут бить можете спокойно проходить камера красиво нырнет все будет нормально и кстати в связи с этим еще и для программистов возникла задача модификаторов камеры у нас в разных локациях ракурс немножко разные чтобы было чуть лучше видно вообще не очень хорошо это было в итоге решено но в некоторых локациях из-за этого бродить приятнее достаточно интересно бродить по рыночку потому что камера становится близко вы чувствуете тесноту этого пространства как там все навалено нас несколько раз спрашивали как вы переводите концепт арт окружения 3d ротки ответ никак вообще нас было очень много концептов нас были вот классные концепты малошенкова мне очень нравится такие уроды классные вот этого чувака справа очень хотел смоделить руки не дошли а вот эту фигню слева ее с модели правда стилизованно но тем не менее можно говорить что какой-то концепт в игру-то вошел данил медведев были прекраснейшие концепты и вот на его основе очень удобно было делать конструкторы вообще я до этого доберусь еще конструктором может быть все не только архитектура мебель может быть конструктором куча мусора могут быть конструктором унитазы могут быть конструктором часть из этого я вам покажу в основном унитазы было около 500 листов от васи хазыкова он же тугодумер тугодумера очень классно советовать просто говоришь набери в гугле тугодумер и все весь google в этих картинках вот это было прекрасный 500 листов жаль мы не все их сумели реализовать не реализовали мы их грустной причине он их нарисовал до того как мы поняли как работает камера в игре когда мы поняли что персонажа нельзя подпускать спиной стене плотную потому что будут проблемы про двери вот не успели ему рассказать но если камера у вас очень далеко за спиной персонажа но большинство игр с видом от третьего лица так и бывает вы подходите спиной к стене камеру врезается в затылок можно было конечно можно вот еще были вот такие прекрасные концепты мои теперь угадать какие в игру вошли все вошли все что показывал вообще буду еще рассказывать в случае если концептов у вас не очень есть а надо что-то сделать мы работаем по референсу нет мой любимый пример два референса все хватит это космическая 10 2001 года и это концепт-арт бегущим по лезвию это как бы визуальный такой референс а это технический референс это башня накагин в японии киси курака в ее построил в затертым 72 году и это как бы такой капсульный отель и мне очень нравится что здесь все очень функционально все складывается раскладывается то есть в каком-то смысле адекватной космической станции мы же там экономим пространство все дела вот это деньги собирают на сохранение этой фигни ну в общем ориентируясь на вот эти референсы ориентируясь на японскую эту общежитие мы сделали хай поле это даже никому очень просто сразу сделали хай поле кухни вот этой вот каюты потому что есть не только кухня вот это кухонная часть это сразу тоже конструктор здесь все открывается все шевелится но не в динамике конечно но если пройтись по локациям тут в разных позах открыты там дверки от холодильника оторваны внутри что-то есть здесь также сделаны были вот и вот откидывающийся диван кровать она же стол многофункциональный сортир он же ванная унитаз беды и так далее вот эта вот фигня сейчас в левой части экрана которая выглядит как какой-то древний компьютер но это как бы теоретически система жизнеобеспечения а на самом деле это ниша соседней каюты для унитазов и да и так сразу было задумано но у меня нет этого сканированного листика который бы доказывал а нет есть конструктор унитазов вода их можно компоновать офигенными разными способами казармин и унитазы это те же самые просто их сразу много и обратите внимание все сразу образмерено вот почему круглый размер я люблю все расрасы понятно а вот представьте тут бы я вот сделал человека который метр семьдесят пять и вот вокруг него вот эти мерзкие дробные размеры я на это так это обращаю внимание что с левелом до сих пор спорю ему не понравилось вот эту вот кухню которому сделали мы сделали поле после чего залупой ли как бы деконструировав до составных элементов и это не все детали кухни это просто что влезла в один в одно окошко анрио а это тоже еще не все но он до хотелось показать унитаз а это собственно уже каюта собраны из этих конструкторов вот они достаточно по-разному выглядят даже вот ковер лежит вот кстати креселка который вы там напротив шкаф тоже собирается в маленький чемоданчик и столик перед креселку собирается в маленький чемоданчик боюсь этого в игре никто не заметил но мне было приятно это делать а теперь мы переводим полностью заранее спроектированному конструктором который был выполнен в четком соответствии с планом здесь тоже все размеры были написаны и вот как они были написаны так они в игру и вошли естественно мы должны проверить стыкуемость этого конструктора во всех мыслимых сочетаниях деконструировать его на составные элементы и потом вот левел из этого собирают массы рекламные щиты и собственно то для чего конструктор как бы был задуман может вроде как космическую станцию делаем и вся эта фиговина должна быть как-то конструктивно осмыслено должны быть какие-то связи пространственные объединяющие все и для этого и был этот стоечно-балочный конструктор создан оправдывать огромные пространства внутри которых как бы есть скелет на который можно по-разному нанизывать меняю геометрию станции есть даже хорошая архитектурная отсылка это дворец веселья садрика прайса 1904 года а левел и решили что это вот для этого было сделано потому что это склад и там ездит балочный кран не ну тоже неплохо лирическое отступление архитектурное существует сколько там 34 драматических сюжетом всего примерно такая же тема с тем что в второй половине двадцатого века архитектурники поняли что объемно планировочных решений тоже не очень много и как раз в это время начали появляться исследования на тему того вот если разъять все существующие планы сколько всего вариантов входных групп бывает или сколько вариантов последовательности анфиладных залов бывает и выяснилось существует достаточно четкое понимание что есть всего лишь несколько паттернов шаблонов вот этих планировочных кусков вот конкретно сейчас на экране это из книжки роба крие название книжки забыл но роба крие много книжек и там везде похожие картинки у него есть паттерны по город строительству есть паттерны по объемно-планировочным решением зданий так вот поскольку как я уже говорил нам нужно протестировать конструктор во всех мыслимых сочетаниях пытаться родить самостоятельно все эти мыслимые сочетания каждый раз не очень эффективным поэтому берете книжку вот читать ее не надо просто картинки смотрите и проверяете работает у вас так конструктор или нет ой это кусочки базового конструктора вот на вчерашней лекции говорили что есть проблема у левел артиста что ему нужно очень много общаться мы придумали способ как не общаться с левелами ну во-первых левел всегда придумает как использовать ту или иную деталь не так как вы планировали во вторых он может ни разу не собрать ту комбинацию которую планировали в третьих он в любой момент может потребовать странного разобрать то что вы и так разобрали еще раз еще глубже на более мелкие детали и есть разные способы объяснить левел учебы имели ввиду своим конструктором не общаясь ну естественно мы общались я утрирую но просто чтобы облегчить ему понимание чтобы меньше вопросов было облегчить коммуникацию есть разные способы объяснить ему чего вы имели ввиду самый простой способ это сделать несколько префабов то есть заранее собрать то что вы имели ввиду желательно в нескольких комбинациях и залить как префабы такой более очевидный способ этой текстуры если есть потеки они обычно сверху вниз текут соответственно левел вряд ли поставить какую-нибудь фигню перед ногами но если только не задумано что так долго было на нем появились потеки она отвалились и какой мой джамшут перед ногами прикрутил но это тогда отдельная песня такие вещи тоже здесь были и самый жестокий вариант это называемая грамматика формы я зачитаю определение но все равно никому ничего не даст грамматика формы это формальный способ задания сложных форм на основе генерационных последовательностей короче на основе ряда очень простых правил делается форма переводе на русский вот это разъятый конструктор метро в унсовне есть аж две системы железнодорожного сообщения пассажирская и транспортная вот пассажирская это вот шарик который вот тут вот был вот такой вот шарик ну это блокаут он на самом деле красивый там потом будет может быть картинка он ездит по трем рельсам вот таким вот эти серенькие рельсы вот внутри таких тубусов естественно мы сделали конструктором они могут быть разъяты на части причем вот чем ближе к левому нижнем углу тем сильнее разъяты на части сеть кусочками отдали левелом но по этим частям очевидно что стыковать их можно только одним единственным способом но только если нам опять не нужен виртуальный джамшут ну вот этот кусочек из игры он красивше вообще есть несколько локаций в итоге построенных внутри именно вот такого туннеля этот большой туннель стыкуется с еще большим туннелем которым ездит уже поезд но я вам его не покажу но наш как-то мотивировать эту группу пить базовый конструктор базовый конструктор это самый богатый конструктор в игре еще есть конструктор медицинского уровня это самый бедный конструктор в игре вот мы сейчас посмотрим оба основной конструктор это набор для сборки всех базовых морфотипов которые разбавляются вставками акцентами бошки какие-то там на стенах, двери, трубы. Вот трубы, кстати, вертикальные, это левелы придумали. Я вообще думал, они только на полу будут. Но так тоже неплохо. Вообще, первые две версии конструктора, они были собраны еще для движка ОГР 3D. Много лет назад мы решили, что мы сами напишем движок. Тоже много, но чуть меньше лет назад мы поняли, что не напишем. Но начали с ОГР. И вот это то, что я говорил, вдохновление РПГшками. Потом я пришел, мы начали делать нормальный конструктор. Это без меня делалось то, поэтому мне за то не стыдно, это не мое. За это стыдно, это мое. Это вторая версия базового конструктора. В ней я сильно пытался облегчить себе жизнь стыковкой. Вы видите, что все стыковки идут через ребра, и мы все спрячем в этих ребрах. Не про каналы. Пришлось сделать третий конструктор, где все стыки четкие, красивые и так далее. И поскольку с первыми двумя конструкторами мы накушались горького опыта к созданию... Не про каналы в том смысле, что пришел нормальный левел артист, сказал, вы что, дебилы, давайте четенько все будем делать. Ну ладно. И мы начали все делать четко, чтобы все стыковалось хорошо, потому что все не запрячешь. И потом просто, когда мы делали локации вот из этого конструктора, мы ощутили его ограничения, потому что он был разобран на достаточно большие детали и просто не было опыта. Когда мы пришли к третьей итерации уже, это случилось одновременно с переходом на Unreal, после Kickstarter, ну, кто в курсе. Мы начали с того, что мы в хайп-поле начали делать большие куски локации. Вот сразу предусматривая все, что можно, все варианты стыковок, всякие лифты, двери, вентиляционные шахты, балкончики, второй уровень. Ну, как... Ну, явно видно, что уже по грамотной работе идет. Делали тестовые префабы. Вот это фактически... Ну, в игре есть бар-радуга, и вот еще на уровне хайп-поле он был собран достаточно правильно. И в итоге в игру почти таким же и вошел. Собственно, сама нарезка конструктора, вот как он нарезан, это было собрано в результате такой игры в пятнашке. То есть развернули все-все-все детали, которые есть в конструкторе, потом из них скомпоновали максимально плотненько то, что можно, и фактически получили нарезку. Потому что конструктор, в принципе, технически можно делать разными способами. Вот буквально несколько часов назад Панин показывал, у него стрипами было собрано, можно собирать отдельными аситами, можно собирать вот такими комбинациями. Ну, да, это вот тестирование этой нарезки. А это вот здания, которые, можно сказать, префабами были сделаны и фактически вошли в игру, они были собраны в четком соответствии с тем, как задумывался конструктор. Вот как оно задумывалось, так и было собрано. А дальше потом левелы начали уже хулиганить. Ну, естественно, поскольку мы перешли на Unreal, шейдерные ништяки, все дела. Вот слева, например, нет потеков, в середине, нет, слева есть потеки, в середине нет потеков, справа потеков нет, но еще и краски нет. То есть, там, такой многослойный материал, который позволяет один и тот же конструктор использовать, ну, наверное, больше, чем в половине, наверное, игры, и при этом она не очень однообразно выглядит. Хотя однообразность, конечно, тоже вопрос, вкус он. Как вы только что видели, на базовый конструктор было очень много тестирования, мы собирали хайполи макеты, а этот конструктор мне делал это дело, и все, что было, это вот этот рисунок. И после этого мы сразу начали делать конструктор. Ну, типа, ну, все же понятно. Ну, реально, это был уже восьмой конструктор, который мы делали, и все было понятно. Все, хоба, и конструктор. И при этом он достаточно бедный. Да, понятно, что деталей больше, чем на этом скриншоте, но гораздо меньше, чем... Я не буду сейчас мотать 20 слайдов назад, но вы должны были запомнить безудержное количество деталек от базового конструктора. В медицинском блоке очень мало деталей, но при этом он позволяет очень хорошо справляться с возложенными на него задачами. То есть пространство есть, они даже разнообразненькие. У каждого конструктора свои двери, но при этом их можно между собой менять. То есть конструкторы между собой все стыкуются. Не обязательно даже через дверь, они стыкуются напрямую, стыкуются через двери, чтобы вы могли войти из военного блока в медицинский через дверь. Больше больничек, поломатых больничек. Совместимость. Я не скажу, сколько конструкторов в игре, потому что их очень много, и я не знаю, считать ли диванчики, хотя они тоже все сборно-разборные. Ну и в принципе мы к созданию любого айсета сразу приходили, воспринимали как задачу по созданию конструктора. Он говорит, сделай нам диван, ща мы сделаем конструктор дивана, 7 видов дошираков, 8 видов ложечек, там все можно менять. Ну, поэтому конструктор – это все. Тут схематично показано, сколько конструкторов единовременно стыкуются между собой. Вот эта крёмная фигня – это тоже на самом деле конструктор. Ну, крёма – это вот эти вот все потёрки, живность вот эта вот, растительность. Я затрудняю, это сложно по сюжету объяснить, что это, поэтому неважно. Но я сейчас её не выделяю, потому что это не архитектурный конструктор. Там нет проблем с тыковкой, это просто плоскуты, которые фигачатся по месту. Ну, вот опять же гнездо стеревятника. Вот эта дальняя фигня, на самом деле этот конструктор был сделан для миникарты. Предполагалось иметь общий вид станции, на которой есть отметки каких-то крупных поселений, промежуточную карту, миникарту, которая в виде подробной такой поверхности этой космической станции, ну и, собственно, локацию. И где-то в середине работы мы поняли, что вот эта миникарта нафиг не нужна, а конструктор под неё был сделан очень большой и богатый, поэтому теперь он просто украшает дальние планы. Ну и вообще мы столько выкидывали, что уже было жалко. Ну, теперь что-то типа выводов при разработке конструктора. Это как бы общие такие, общездравосмысловые советы. Часть из них это лично мои предпочтения. Нужно стремиться к тому, чтобы все размеры были целочисленными. Потому что, ну, в целом, работа, она же ведётся по сетке. У сетки узлы все целочисленных координатах. У Unreal вообще привязка прекрасная по целочисленным координатам. При этом надо понимать, что практически всегда в случае богатого конструктора возможно такая ситуация, что последовательность криволинейных элементов приведёт к тому, что у вас будут не целочисленные координаты. Это больно, обидно, и поэтому надо делать большие префабы, которые сразу решают эту проблему. У каждого элемента конструктора нужно делать пиво-то в углу по очевидным причинам. Если вы замените один элемент конструктора на другой, чтобы оно не съехало. Почитать? Да. То есть тыковать хочешь? Да, конечно. А есть ли какие-то процедурные способы генерации тех же самых комнат или больших помещений, где... В теории или в инсомнии? В инсомнии. В инсомнии нет. Все руками собиралось? Да. Нет, ну естественно, там были куски трефабоподобные, которые вот Лево собрали из нескольких деталей конструктора, комнату сохранили как трефаб, в следующий раз её воткнули. Нет, я имею в виду больше как сплайновая генерация комнат. Сплайновая генерация у нас использовалась только для всяких шлангов, трубопроводов и прочей фигни. По комнатам нет. По какой-то причине, ну возможно это была ранняя версия Unreal, по какой-то причине это вызывало серьёзные проблемы с производительностью. И в итоге получалось так, что тебе нужно из сплайнов что-то собрать, а потом всё это сколлапсить, в BX туда-обратно, потерять группу сглаживания, если ты где-нибудь моргнул, не там. Да дешевле руками собрать, чем вот связываться со всем этим. Следующий совет. Почитайте в интернетах, что такое грамматик формы. Вообще эта вещь очень классная, и не понимаю, почему она слабо так распространена. Она отвечает на очень многие вопросы, мимо которых мы проходим. Согласованность лодов на конструкторе это отдельное большое приключение, возможно ограничивающее нас в использовании, например, симплигона для автоматической генерации лодов. Потому что было бы хорошо, если бы у нас в кривлинейных элементах конструктора деградация происходила одинаково. То есть, чтобы ломанность конструкторов на отдалении была одинаковая, а не так, что у одного окружность там из восьми сегментов, у другого из пяти, и их оба дырки. Ну и да, конструктором может быть все. Выводы по инсомнии. Поскольку это инди-проект, то в отличие от предыдущей все фигни, это нечеткий пайплайн. Это разработка не локации по месту, а конструктора, а потом из него локации. И это нормально, естественно, для ПК-проектов. Это огромный реюз ассетов между локациями, в отличие от мобилок. И относительно слабый реюз текстур. Это неправильно, инди. Сложности передачи замысла работы конструктора левелом. И это опять проблема кривого пайплайна. Не столько кривого, сколько слабо структурированного. Я даже не могу сказать, что это проблема инди. Это вообще, мне кажется, проблема геймдева. Зато у нас есть шейдерные ништяки и двойной-тройной набор текстур. О плюсах конструктора, вообще, в принципе, его использования, естественно, это гибкость при разработке локаций. Если вспомнить предыдущий пример с мобильными локациями, это юнити, и локация собирается в редакторе, например, в 3D Max, и экспортируется целиком. Если нужно внести какие-то изменения, мы экспортируем всю локацию целиком. С конструктором это не так. Если что-то нужно, локация собирается в движке, если нужно что-то поменять, мы меняем кусочек конструктора. Соответственно, это и гибкость в пайплайне. Локация во время работы, если мы работаем конструктором, всегда существует в состоянии некоторой степени готовности. То есть она всегда сразу есть. В случае мобильной локации у нас есть блок-аут, а потом хоба и локация. Здесь есть всегда промежуточные этапы, которые более удобно редактировать. И есть момент, который упоминал Панин, он назвал это консистентностью. У меня был другой термин, но теперь я буду тот использовать, он мне понравился. Если вы делаете из конструктора, вы автоматически приходите к тому, что у вас сразу закладывается какой-то ритм, какой-то метр. Вы делаете все художественно, общо. Кроме того, конструктор позволяет сразу закладывать некоторое кодирование. То есть вот у вас есть конструктор медицинского уровня, и у вас есть конструктор военного уровня. И когда вы делаете вкрапление медотсека в военную локацию, игрок сразу понимает, о, беленькие стеночки, там все дела. Ну, помимо того, что есть очевидные, конечно, вещи. Минусы. Это долго, больно, сложно. Это сложно оптимизировать. И вообще говоря, это сложно избегать однообразия. Поскольку конструктор занимает большую часть площади и достаточно большое время работы, а какие-то знаковые элементы, они занимают огромное количество работы, какие-то скульптуры, еще что-то, а потом один раз мелькают в игре. Ну, просто живите с этим. Почему сложно оптимизировать? Я думаю, наоборот, смысл об этом, конструктором в том, что это как бы инстансирование будет одинаково? Ну, инстансирование, оно не сильно-то спасает. Ну, как, инстансирование, да, оно спасает, но это не настолько радикальное решение проблемы. В нашем конструкторе, кстати, еще частично был такой момент, в шейдере заранее было заложено использование вертекс-пейнта, и из-за этого каждый элемент конструктора в свою очередь был нашинкован, чтобы было достаточно вершин, чтобы вообще этим пользоваться. В итоге мы от этого отказались, это позволило в итоге и поглянажу сэкономить, и вертекс-пейнт оказался дорогой игрушкой. Плюс, не очень понятно, как вертекс-пейнт будет вести себя при ладировании. Грубо говоря, вот у вас там 6 на 6 вершин, вы как-то накрасили, ну, симпатично, потом вы сделали шаг назад, 4 вершины. Все пойдет пятнами, скорее всего. Или придется красить дважды. Либо придется красить где-то еще. Ну, в общем, зачем нам этот головняк? Ну, и опять же, сложность ладирования, про которую я говорил, что деградация должна быть идентичной на всех элементах конструктора. Ну, это достаточно неприятно отслеживать. И опять же, для того, чтобы все покрасить по-разному, мы делаем шейдер, а шейдерная сложность, это как бы, опять же... То есть, сделать просто три уровня лодов на каждые конструкторы, это проблема в какого характера? Верьма? Ресурсов. Ну, да, это нужен специально обычный человек, который не сойдет с ума через 3 месяца. Ну, то есть, технически проблемы тут нет? Технически нет. Это проблема всегда ресурсов. В антреле вроде есть автоладирование. Автоладирование сделает идентичную деградацию на разных элементах. Вот и я об этом. Я только что это говорил. Ну и... Хватит. А вот и нет. Бонус-трек. Я хотел рассказать про инструменты, которые мы сделали, пока делали Insomniu. Огромные проблемы, и я не знаю, как решают их другие люди, это задание названий. Вот представьте, у вас 200 элементов конструкторов, и вам нужно каждый элемент как-то обозвать. Ну, можно, конечно, каждый называть там тех конструкторов, 0.1, 0.2, 0.3, 269, и, конечно, левел прямо легко в этом будет ориентироваться. Мы придумали вот такую вот систему. Вбивать этот безумный нейминг было довольно трудно, поэтому мы писали скрипт, который позволяет только на отдельные элементы быстренько задавать названия. Я этим, честно, пользовался. Кроме меня никто не пользовался, но мне было удобно. Можно было сразу вот так вот щелкнуть, что это статический меж военного уровня, это линейный элемент, его высота 400, это его длина 400, его высота 600. Это есть у меня специфичный функ. Ну, все. И составляющие элементов. Не обязательно должны быть нажаты все кнопки. Вот это как бы... А, здесь есть скролл, да. Но на самом деле там всего еще одна кнопка. Это я просто, чтобы скриншот снять его сократил. Все, больше не надо. Вы представляете, из вот раз, два, три, четыре, ну, из шести даже, сколько вариаций. Я не знаю это слово, я 3D-шник. Вот еще прекрасно. Там рука тянулась. Вопрос? По полигонам сколько раз больше получается? Ну, не получится задней стеной, ведь вырезать, правильно? Получится. Есть разные куски конструктора с задней стенкой и без. Ну, соединение места в немешь. Будет полигон? Да, конечно. Если сделать один большой полигон на стенку, это будет дешевле, чем из 8 кусков набрать. Безусловно, конструктор в этом плане увеличивает друг друга. Но для мобила тоже отрицательный получается. Я попробую ответить на это просто через год. Я пытаюсь его решить. Но, опять же, поскольку выпадание с фрустом точно так же в Unreal существует, то в каком-то смысле это тоже унификация. Но в любом случае нарезаем. Нельзя делать сразу полигон, который будет 100 метров. Скорее всего, это очень плохо кончится. Еще одна штука, которую мы написали, это экспортер в Unreal. Опять же, когда мы начинали, был всего лишь один более-менее удобный экспортер. Какой-то индус его написал. Он был написан отвратительно, поэтому мы сделали свой. И у нас красивые иконочки. Ну, и то, что я сделал, красивые иконочки. Он сразу позволяет выбрать расположение пилота, сразу прикрутить физмеш, лоды, экспортировать сразу все, что есть. Вот, кстати, с учетом развития Unreal, единственная важная кнопка теперь это экспортировать все, что здесь открыто. Ну, он просто детектит то, что называется SM, ну, как бы по инструктору Unreal static mesh, и может сразу экспортнуть все static mesh из файла. Когда у вас 200 элементов конструктора, это очень актуально. Вот. И вот это моя любимая фиговина, она для для делания атласов, для мобилочек. Ее написал мой друг. Вот там название есть, минута рекламы. Мне не заплатили, я просто буду бесплатно получать программу. Ну, она бесплатная. Она очень клевая, удобная, и можно донатить. Это не я написал, его просто тоже Антон зовут. Все честно. Она автоматически делает атласы. Можно навтыкать в нее кучу отдельных объектов, она соберет в их атлас, и, возможно, через некоторое время она еще и в BX сама будет править. Сейчас она просто генерит XML, который скармливается скрипту в 3D Max, который автоматически двигает текстурные координаты на нужное место. Теперь можно там обрукательнуть. у меня. Да. Где можно софт? Что можно? Где можно софт приобрести? Какой? Скрипт? Полезный довольно-таки софт. Не знаю. А потом будет возможность человеку выложить материалы? Я просто скрипт фактически принадлежу другому моему другу. Я спрошу, в принципе, он готов был что-то отдать. Или нет. Ну, вот эту программу можно. Вот это да. Тоня не знает, я спрошу. Спасибо. Может быть, он захочет за это денег. Да. Спасибо. Все? А, да. А как пришелся вопрос с точки зрения шейдеров, чтобы они были одинаковые элементы? Ну, для базового конструктора я мельком вроде сказал, что у нас был шейдер, в котором можно было покрутить, естественно, цвет, покрутить потеки, покрутить потертость краски. Ну, сделали, в собственности, эти масочки плавненькие в оттенках серого. Ну, и в разных материалных инстансах разные параметры, да. Соответственно, у нас там есть синенькие потертые, красненькие новенькие, желтенькие убитые, условно. А туда большое количество получается инстансов, да. Оно не сильно грузит? Ну, как, конечно, оно сильно грузит. Ну, а что делать? Не делать разнообразие? В итоге оно грузит меньше, чем наделать кучу уникальных текстур. То есть все равно вызовы бывают дешевые, бывают дорогие. И вот вызвать текстуру это дороже, чем просто другие параметры в шейдере. А как мы пробовали использовать Real Plone, например, с экспортом? Кого? А, кладин для Амакса, Real Plone для для создания. Для создания из-за метод конструкторов и условной геометрии довольно интересная сомфра. И проблема в том, что... Я его знаю, но мне не нравится. Не пробовал. Я использую регулярно бесплатную версию, которая просто клон называет. Выше крыши. Ну, просто он как бы такой параметрический и как бы предполагает чуть ли не придумывание новых форм. Я не люблю эту фигню. Я ретроград. Руками давай. Какие рекомендации по выбору именно модуля универсальным и более удобным используются? Я не могу рекомендовать универсально удобный, потому что, во-первых, я до сих пор дерусь с левелом, он не рад тому, что у нас двухметровый человек, а исходя из того, что у нас двухметровый человек, у нас метр вообще идеальный прямо показался размер. Это зависит от задач. На самом деле, что вы собираетесь делать? Зачем вам универсальный модуль, если вы будете делать, например, реалистичные какие-то дома, которые есть в современности? У них есть свои размеры и на самом деле архитектурные сооружения, я ненавижу, конечно, эту вещь, но они чаще всего идут с шагом 30 сантиметров. Соответственно, 3 метра 30 сантиметров вот ваш универсальный. Ну, даже 3 метра ровно. Все, вопрос? А, да. Скажите, пожалуйста, когда делаете, допустим, какой-нибудь из блоков для ассета, то он состоит из одного меша или все это делится на какое-то количество мешей в зависимости от триагуля? Вы имеете один элемент конструктора? Да, ну, допустим, да нет, несколько мешей может быть спокойно. Есть смысл это делить? Допустим, мы делаем кусок стены, на ней там еще какие-то трубы, и это не кусок стены, а угловая часть, допустим. Да. У нас двух сторон от ассета. И здесь у нас есть трубы, здесь есть шкафы. Есть ли смысл выносить в отдельный меш эти шкафы, но при этом собрается это все в одном файле FBX-LEO общий и выкинуть? Для того, чтобы иметь там другой материал, что ли? Подматериал иметь? И это тоже. И возможность скрывать при... Я не знаю, есть ли смысл, но мы так делали. А, я помню. Потому что у нас, иногда, были красненькие плинтусы и желтенькие стеночки. То есть, может, можно затачить все в один мультиматериал, и оно будет отображаться все сразу, даже если в объекте нет. В большую часть. Что? Ну, то есть, потом просто берем стену, груднее, аттачим, если там работают тренироваться. во время рендера Unreal автоматически объединяет все объекты, у которых один материал, и все сабмеши, у которых один материал. Соответственно, нет проблем. Все, вопросов больше нет? Ну, все, всем спасибо за внимание. А, нет, я опять вас обманул. Ну, это уже, как бы, кто хочет. Я могу запустить экзешки. Тест моде? Это не мои проблемы, это винта не взломная. Ну, нормально тогда. Че? Нормально. Ну, нормально, будучи, я водяные знаки. Ну, это вот локация с корабликом. О, даже колесико работает. А? Вот это. Не, а вот тут только в этом и фишка, что можно... Вот можно увидеть выпадение с Прустома, или уже нельзя. Вот, вот. Сейчас. Вот, видно, вот в отражении хорошо. О, деревья отваливаются. Вот это был Лондон. А вот лесок, по которому можно побегать. Делают так, чтобы фрустом, ну, чтобы учитывалось рефлексы. Свой фрустом еще один. Еще один. Технически это возможно, но моделки я такого не видел. Вот, да. Вот, отражение в стекле есть, и радуйтесь. Ну, физмеши здесь и свет черновые, ну, потому что это немножко не моя работа, и мне будет лень. Зато телевизор есть. Можно хулиганить иногда. А, кстати, про изменения, которые были уже на этапе Польши. Вот эту дверь закрыли. Не, подождите. Еще вот эту дверь закрыли. Вот эту дверь закрыли. А, блин, в другом домике. Сейчас, быстренько, блядь. Тяжелый персонаж. Тяжелый. Это все тест моде виноват. Я там не проваливался ни разу. Я забыл, в каком доме есть ванна. Не в этом. А здесь нет физмешек. Вот эту дверь тоже закрыли. Это вообще. Очень обидно. Дизайнер взялся в комнату? В комнату зайти нельзя, зато через окно видно. А зачем? Откуда я знаю? У дизайнера. Кто это поймет? Скажите, на этой карте дрова, она заранее расположена, или она раскидывается, с помощью какой-то скриптан. Я руками это сделал. Да? Да просто руками разложил, на самом деле. Буквально в 3D Max руками разложил. Тут Куперпаст. Да. Ну, это было ему мало. Да-да-да, но это обычные дурилки картонные. А, кстати, про дурилки. Вот я лоды хотел показать. То есть, здесь деревья относительно приличные еще. Что, у меня осталось 3 минуты? А, вот тут натуральные дурилки. Все, это единственный лод в игре. На самом деле, вот зад мне надо расстрелять. Потому что его видно только вот так. Ладно, теперь все. Если у меня нет, ничего. Спасибо.